И сегодня же президент принял отчет Национального банка Казахстана. Глава государства указал на необходимость активной кредитной поддержки экономики и бизнеса. Кроме того, первоочередными задачами финрегулятора в ближайшее время должны стать стабилизация обменного курса и проверка всех финансовых организаций страны. Режим ЧП и карантин заставили активизироваться финансовый рынок страны. Все это время банкиры усиленно защищали тенговые активы и поддерживали деловую активность. Об этом президенту доложил глава Нацбанка. В 2020 году с момента установлено 6 апреля текущего года уровень базовой ставки 9,5%. С учетом инфляции в реальном выражении находится ниже нейтрального уровня 3,3,5%. Что мы считаем помогает стимулированию экономической и кредитной активности. В таких сложных условиях, как сегодня, важно обеспечить реализацию денежно-кредитной политики. Инфляционные ожидания остаются достаточно высокими. С учетом экономических тенденций этого года целевой ориентир по инфляции установлен в пределах 9-11%. Считаю вполне реальным удержание уровня годовой инфляции в пределах 8-8,5% в 2020 году. К этому надо стремиться. Через эффективную реализацию денежно-кредитной политики. Этот вопрос должен находиться на постоянном контроле Национального банка. Сейчас в Национальном банке разрабатывают стратегию денежно-кредитной политики на ближайшее десятилетие. Новая стратегия должна создать также стимулы для макроэкономической стабильности в долгосрочной перспективе и устойчивого развития финансовой системы страны. В целом она должна стать важным элементом, обеспечивающим эффективную реализацию нового стратегического плана до 2025 года. В Казахстане впервые провели оценку работы банков страны. Анализ показал, качество судного портфеля банковской системы слегка улучшилось. Правда, не без поддержки государства. В том числе за счет выкупа проблемных займов. Уровень кредитного риска в корпоративном портфеле сохраняется. Поэтому Национальному банку и агентству необходимо продолжить реализацию дорожной карты по итогам АКР. При этом, еще раз хочу отметить, что оздоровление банковского сектора должно проходить только на рыночных условиях. Проведенный АКР носил разовый характер. Думаю, такая работа должна носить постоянный характер. А еще финрегулятору предстоит стабилизировать обменный курс и навести порядок в работе финансовых организаций. Их деятельность должна стать прозрачной. Тем более сейчас, когда активизировались мошенники. В этом году с учетом активизации мошеннических действий, так называемых пирамид, со стороны псевдоломбардных и микрофинансовых организаций, ужесточено их регулирование. Я поручал также провести проверку деятельности ломбардов и других финансовых организаций. Представить информацию о состоянии в этой сфере. Надо ускорить данную работу. На основе анализа итогов проверок я поручаю агентству совместно с Генеральной прокуратурой внести предложение по системному улучшению регулирования в данной сфере и защите прав потребителей. Пандемия еще раз указала на важность внедрения современных технологий в финансовой сфере. Касается это не только применение новых фининструментов. Нужно и дальше модернизировать платежные системы. Президент поручил Назбанку совместно с правительством и Международным финансовым центром Астана утвердить концепцию развития финансовых технологий и инноваций на предстоящие пять лет. Важной задачей остается и кредитование экономики с бизнесом. За последние три года роста показателей в этом секторе не наблюдалось. Банки не ведут активной борьбы за каждого клиента, предлагая им максимально удобные и выгодные условия для работы. Вместе с тем, в сегодняшних условиях бизнесу необходим финансовый ресурс, который они смогут получить максимально быстро. Поэтому Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком надо принять конкретные меры по увеличению кредитования экономики и малого-среднего бизнеса. Глава государства пожелал плодотворной работы Национальному банку на новом месте, его дислокации и выразил уверенность, что переезд заметно укрепит финансовый сектор столицы, а также повысит слаженность работы с правительством и МФЦА. Ирина Панфилова при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24.